Привет всем! Смотрим результаты ответных игр первого раунда квалификации Лиги Европы и посмотрим еще расписание второго раунда. Венгерский Гонвид прошел македонских работничков, в ответ на матч не только отыгрался, но и выиграл всю хуй у себя дома 4-0. По дублю сделали Голлендер и Данила, да, он бразилец. Работнички отметились красной и полчаса доигрывали в меньшинстве, в итоге 5-2. В следующий раунд прошел и Вадуц из Лихтенштейна, который за счет выездных голов на выезде прошел болгарский Левский 3-3. В этой игре один из голов забил бас, да, пишется как автобус, он же еще и не забил пенальти. Вадуц отличился для полного комплекта еще и красной в компенсированное время. Вчера я вам рассказывал про матчи квалификации раунда Лиги Чемпионов, и там чемпион Болгарии Лудогорис блистал. Ну а вот другой болгарский клуб Левский прекращает свое выступление в Еврокубках. Шотландский Рейнджерс поддержал Селтик, который вчера вышел в следующий раунд Лиги Чемпионов. Рейнджерс во втором матче голов не забил, но обыграл по сумме двух игр македонский Скопье 2-0. Матч получился без голов, но зато очень грубый. Как мы видим, из Лиги Европы выбыло уже два македонских клуба. Железничер из Боснии, в отличие от предыдущих пар, выиграл обе игры. 2-0 и 3-1 у Нарвы Транс из Эстонии. Сулейман Крпич, автор дубля в ответной игре. В четверг, 19 июля прошли оставшиеся игры. Итак, Табол Самтреди. В первом матче Табол выиграл 1-0 у грузинского клуба на выезде. А в ответной игре 2-0, по сумме двух игр 3-0. У Самтреди теперь шестиматчевая проигрышная серия в подряд. Если вы еще не устали, движемся далее. Ведь терпения понадобится много, чтобы досмотреть и дослушать до конца. Другой клуб из Казахстана, Кайрат и Андорский Энгардини, играли в то же время, что и Табол. В первой игре алматинский клуб без труда выиграл на выезде 3-0. И ответный матч превратился в формальность. Ту игру посетило 657 зрителей. А нужен ли вообще Андори футбол? Ответ матч завершился 7-1 в пользу Кайрата. Мартон Эйпель забил 4 мяча. Он забивает уже третью игру к ряду. У Кайрата теперь пятиматчевая выигрышная серия. Сделаю анонс. На нашем канале вышел ролик про символическую сборную чемпионата мира. Хорошо. Продолжая казахскую тему, на матче Витарула и Рассинга работал арбитр из Казахстана Алиев. Букмекеры почти не верили в клуб из Люксембурга. Он в первой игре уступил 2-0, а во второй смог сыграть в ничью 0-0. Грубейшая игра, в которой было показано 9 желтых на две команды. Румынский Витарул движется дальше. Армянский Ганзасар принимал в Ереване Лех. В Польше выиграл Лех 2-0. Ганзасару удалось отыграть два мяча и почти перевести игру в овертайм. Как на пятой добавленной минуте, Лех забивает спасительный для себя гол. 2-1. Лех впервые за шесть матчей уступает, но следующий раунд проходит. 3-2 в их пользу. В следующий раунд проходит и Минская Динамо. Они в аналогичной ситуации прошли Дерри Сити. На стадионе Трактор уступили 1-2, а в Северной Ирландии, где прошла первая игра, выиграли 2-0. Можно отметить Роя, который забил гол и отдал голевую передачу. Минчане прерывают свою девятиматчевую беспроигрышную серию, но они прошли. В двух матчах Иртыша и Тракая был забит всего лишь один мяч. Он и решил судьбу этой пары. Иртыш за последние 9 игр уступает уже в седьмой раз. Дальше идет литовский Тракай, который сыграет теперь сербским партизанам. Лачи или Лячи из Албании проходят кипрские Анартоси за счет выездного гола. Их противостояние завершилось 2-2. Две последние игры Лячи уступал. И тот, и другой чемпионат еще не стартовал. Эти команды встретились тут впервые. Сербские Раднички выиграли и вторую игру Угзиры из Мальты. Панков стал герой и первой, и второй игры. И там, и там он забил быстрый гол. В итоге 5-0. Шесть матча Раднички уже никому не уступают. Дальше еще одна пара, в которой эстонская Калью выиграла 1-0 за счет позднего гола в конце игры. Но уступила по сумме двух встреч исландскому Стиарнану 3-1. Исландцы уступили впервые за 2 месяца. Чемпионат у них сейчас идет. А вот Калью до этой игры выиграла в своем чемпионате и в кубке с таким счетом, как 16-0, 8-2, 8-3. Но это Лига Европы, тут команды посильнее. Стиарнан вышел в следующий раунд. С кем он сыграет, узнаем в конце. А вот норвежский Мольде лишь во второй игре доказал свое преимущество, выиграв 5-1. Хитрик оформил Эрик Хездер. Во всех трех мячах ему ассистировал один и тот же игрок. За Гленован единственный гол забили также норвежцы, сами себе, автогол. В первой игре Гленован был сильнее 2-1. В итоге 6-3, дальше идет Мольде. Еще один болгарский клуб играл в этом раунде. Это Славия. Но болгары еще будут. Итак, Славия выиграла у финского Ильвиса 2-1 во второй игре. Галин Иванов сделал дубль. Начиная с 89-й минуты, Ильвис получил 4 желтые. В первой игре Славия тоже выиграла, но 1-0. И продолжает играть в Лиге Европы, а Ильвис уступает третий к ряду матч. Слован, Братислава. 9-2 по сумме двух игр выиграл у молдавского Милсами. В ответ на игре по дублю записали Спорор и Моха. Эта игра завершилась 5-0. Четвертый к ряду матч выиграл Слован. А вот кипрский клуб Аполлон, в отличие от Анартосиса, продолжает играть в Лиге Европы. В ответ на игре он выиграл 2-0 у литовского Стумброса. Тут тоже был дубль, его автор Юсте. В первом матче было 1-0 в пользу Стумброса, который прерывает свою пятиматчевую выигрышную серию и выбывает. Вардар, который играл в прошлом году в Лиге Европы, теперь там не сыграет. Если помните, он попал в одну группу с Зенитом. Этот раз его становил армянский Пюник. Выиграв две игры с общим счетом 3-0, Дубль во второй сделал гвинеец Бальде, забив два своих гола за 5 минут до конца игры. Вардар уступает четвертый матч к ряду. Грузины сыграли в ничью на выезде с Дунайской Стретой, а дома уступили 2-1. За 10 минут до конца игры отличился игрок словацкого клуба Байо. Его клуб теперь во втором раунде. Литовский Жальгерис поддержал своих соотечественников из Тракая и тоже вышел в следующий раунд. Они выиграли в первом матче у Клаксвика 2-1 и вторую игру свели в ничью 1-1. Забил быстрый гол на 6-й минуте Антал, он же забил и в первом матче. А вот в следующей игре между Софийским ЦСКА и Ригой была серия пенальти. Убе игры завершились 1-0 и у обоих клубов в этом матче было по удалению. Игра прошла в Риге. В серии послематчевых болгары забили все свои голы. Они и продолжают борьбу в Лиге Европы. В следующий круг прошел еще один польский клуб Гурник. Они выиграли домашний матч 1-0, а на выезде удержали ничью, хотя молдаване забили очень быстро уже на 7-й минуте. Эти команды также провели первые две игры в своей истории. В матче Макаби и Ференс Фареша выиграли израильтяне 1-0. Напомню, что команды, которые здесь выбывают, уже прекращают свои игры в Еврокубках в новом сезоне. Первый их матч закончился в ничью, а в итоге 2-1 в пользу Макаби. Ференс Фареш уже 5 матчей не может выиграть. Вылетел и исландский клуб ИБВ. Он уступил Сарсборгу 2-0. Агер забил дважды, а вот в первом матче, когда норвежцы выиграли 4-0, он не забил. Итого, Сарсборг 0-8 выиграл 0-6 и сыграет теперь со швейцарским Сангаллином. Лейпая выиграла у шведского Хекена 2-1, но вылетела вслед за Ригой. По сумме двух игр шведы оказались сильнее 4-2. А вот другой шведский клуб Айк тоже выиграл, но в дополнительном тайме. После двух игр была ничья со Шемраком 1-1. И в овертайме Айк забил решающий гол. В итоге 2-1 в их пользу. Они выиграли уже четвертый к ряду матч. Шведский чемпионат, кстати, уже начался. Белорусский Шахтер из Солигорска выиграл и вторую игру у Конах Кея из Уэльса 2-0. Валийцы без красной карточки с поля не ушли. За полчаса до конца игры они остались в меньшинстве. Шахтер и в первой игре выиграл 3-1, так же как и у команды Марадоны Бритского Динамо накануне 3-1. В общем 5-1 и Шахтер прошел Уэльс. Бальцан из Мальты выиграл первую игру у азербайджанского Кешеля 4-1. И во второй игре мог себе позволить уступить. Что и произошло. 2-1 выиграли азербайджанцы, но по сумме двух игр прошел дальше Бальцан. В этой игре было удаление, которых очень много. Его получил игрок Мальты уже в компенсированное время. Северо-ирландский Клифтонвилл после домашнего поражения понесся отыгрываться в ответной игре. И достаточно успешно отыгрался уже на шестой минуте. Но датский Норс-Еланд во втором тайме приложил усилий и выиграл 2-1. Один из голов в гости забились сами себе. Видимо тоже понеслись отыгрываться. Здесь 3-1 в пользу клуба из Дании. Они уже один с матчей не уступают никому. Вылетел еще один азербайджанский клуб. Это Габала. Хоть они и выиграли на выезде 1-0, но уступили дома 2-0. Может быть они и свели игру к овертайму, но у них было удаление за 10 минут до конца игры. А играли они с клубом из Люксембурга Прогресс Нидеркорн. Выиграл и прошел следующий раунд клуб из Грузии. Сач Харе дома голов не забивал и сыграл 0-0. А на выезде выиграл убит Тара 2-1, уступая по ходу игры 1-0. Сач Харе буквально вырывает в конце матча путевку во второй раунд. Приштина и Фола из Люксембурга голов вообще не забивали за две игры. 0-0. И матч плавно перекатился в серию пенальти, где точнее была Фола. Клубы в послематчевой серии пенальти сделали по 8 попыток. Еще один Люксембургский клуб прошел. Удивительно. Копенгаген с трудом прошел Кубс из Финляндии. Выграв первую игру, вторую чуть не проиграли. Но в конце забили все-таки пенальти. 2-1 по итогам двух встреч в их пользу. Стартовала три дня назад Датская Суперлига. А финский чемпионат уже в самом разгаре. Латвийский Венспилс не смог выиграть как Рига или Пай. Но следующий круг, в отличие от них, все-таки прошел. Венспилс сыграл с албанским Луф Титари 3-3. Дважды в конце первого тайма забил Акинеми. Ничья. Но в первой игре они выиграли и вовсе 5-0. За счет домашней игры они и движутся в следующий раунд. По сумме двух игр 8-3. И еще один матч с участием албанцев. Партизане и стираны уступили 2-0 Морибору. В итоге 3-0. И вылетели так же, как и Луф Титари. И уступили третью игру к ряду. А Морибор наоборот выиграл третью к ряду. Сараева из Боснии забила 3 гола Бананцу из Армении. И выиграла 5-1 по сумме двух встреч. Четвертый матч подряд выигрывает Сараева. И сыграет в следующий раз с итальянской Аталантой. А теперь сербский партизан показал свою мощность. И выиграл обе игры по 3-0. У Рудара из Черногории. Можно отметить Гомеша, который забил в обеих матчах. 6-0 в итоге. Рудар пятую игру к ряду выиграть не может. Тренчин из Словакии играет 1-1 с Черногорской Будучностью. Но выходит в следующий раунд. Будучность не смогла забить в конце игры пенальти. Но даже если бы и забила, это ей не помогло. Потому что дома не уступили 2-0. И так 3-1 в пользу Тренчина. Еще не Черногорцы Младост сыграли в это же время. И тоже уступили 2-1 клубу из Фарерских островов Б-36. Хотя забили первыми на четвертой минуте. Но больше не смогли. Первая игра завершилась 0-0. Фареры во втором раунде. Исландский Дандалк обыграл эстонскую Левадию 2-1. За счет двух мячей в середине первого тайма. И в первой игре Дандалк также выиграл 1-0. И выигрышная серия их составляет уже 13 матчей. Выиграл и еще один сербский клуб. Это Спартак Субботица. Который на выезде дважды расписался в воротах Колу Рейна. 2-0 и 3-1 по сумме двух игр в пользу Спартака. Хорватский Осиек сыграл в первой игре с Петрокубом из Молдовы в ничью 1-1. А в домашней игре уже смог выиграть 2-1. Осиек прошел дальше. Обе команды до этой игры не уступали. Петрокуб 8, игр Осиек уже 6. Ну а следующий матч может просто снести крышу. 10 мячей было забито в игре Рунавика и Хиберниана. Мега открытый футбол показали клубы. 6-4 выиграли шотландцы. На первой минуте они организовали гол в свои ворота. Хитрик у Рунавика оформил Ольцин. Ну а прошел следующий раунд шотландский клуб. В первой игре они тоже выиграли и тоже забили 6. Словенский Рударт тоже выиграл крупно 3-0. За две игры они забили 10. В 10-0 повержен 3 Фьори и Сан-Марина. В следующем матче была ничья 1-1 между Домжеле и Широкий Брейк. В первом матче была тоже ничья, но 2-2. И Домжеле, как и их соотечественники Рударт вошли в следующий раунд. Правда не так уверенно, только за счет выездного гола. Венгерский Уйпешт выиграл 4-0 у Невчи из Азербайджана. В первой игре они уступили. Невчи прерывает свою четырехматчевую выигрышную серию и выбывает. А Уйпешт по сумме двух игр 5-3 движется дальше. И последний матч, самый поздний, в котором сыграли Хабнар Фюрдюр и Лахти Финляндия. Откуда Хабнар Фюрдюр, думаю, вы догадались. Весландцы выиграли в первой игре 3-0 на выезде. А дома выиграть не смогли и ушли с поля без голов 0-0. Смотрим все пары второго раунда квалификации. Тут добавились новые команды по высшим рангам. А также добавились команды, которые выбыли из квалификации Лиги Чемпионов. Матчи пройдут 26 июля и 2 августа. Итак. Моль де Лачи, Сараева Аталанта, Жальгерис Вадуц, Кайрат Азе, Абердин Бёрли, Хайдух Славия, Генг Фола, Чихура Морибор, Хиберниан Астерас, Шахтер Лев, Севилья Уйпешт и Динамо Брест Атрамитос, Сангалин Сарсборг, Витарул Витас, Железничер Аполлон, Венспилс Бордо, Дунайская Страда, Динамо Минск, Б36 Бышекташ, Осиек Рейнджерс, Гонвид Прогресс, Ласк Лилистрём, Ягелония, Рио Аве, Табул Пюник, Уфадом Желе. Далее. Стиернан Копенгаген, Лейпциг Хекин, Спартак Субочица Спарта, ЦСК София Адмира, Макаби Раднички, Гурник Тренчин, Дандалк Айк, ХПЛ Хабнар Фьюрдюр, Рудар Стяуа, Норджеланд Айк, Бальцан Слован, Партизан Тракай, ТНС Линкольн, Торпедок Рутаиси Викингур, Зринский Валета, Санта Коломна Валюр, Сутьеско Алашкерт, Юдиланш Дрита, Спартак Юрмала Лафьерта, ХПЛ Флора Олимпия Крузедерс, Юргорден Мариуполь. Запустите 20 июля последний выпуск про чемпионат мира, будет очень интересно, вам понравится, пока.